Главы Ваши Господи Воинское крепость и утверждение Христа именитому воинству И в победе на все враги окроплением воды себя священной Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ну и послала батюшки. Батюшка, благословите, чтобы вышивать. Он как увидел икону, говорит, это вообще что такое, что за икона? А там же она же вся истлевшая, само знамя-то, оригинал-то. Ну и я потом им опять пишу, говорю, вот так и так, что это знамя Колчака, что это спас нерукотворный. И он нам нашел икону XIV века, ярое око. Ну очень интересная такая она, конечно, икона, образ серьезный такой. Доброты и в то же время, потому что как-то батюшка сегодня хорошо говорил. На самом деле сегодня один из самых важных в моей жизни. Это даже не копия. Это реконструкция, реальная реконструкция знамени, которая сделана с той самой технологией. Я благодарю всех, кто оказал содействие в том, чтобы это произошло. Мой дед тоже был участником Ижевско-Водхинского восстания 1918 года. Ушел вместе с Ижевской дивизией через Урал, Сибирь, в Маньчжурию. И в 1926 году вернулся в родную Удмуртию. Родил детей, воспитал их. Конечно же, был врагом народа всю свою жизнь. И для меня дело чести участвовать сейчас в этом историческом возвращении. Мне просто было интересно, как в то время, сто лет назад, такая же, как я, женщина, вышивала. Техника какая у нее, что она думала. Я с утра приходила к 9 часам, и до часу я работала в музее. Потом все это я наносила себе, ну, как план работы, и приходила домой, домой дома работала. Я привыкла к работам, которые исполняются чисто. Если уж перышко, оно должно быть ровненькое, длинненькое, красивенькое, стебелек, стежок, стежку, там все это. Ой, здесь было так мне сложно работать. Я никак не могла себя переломить, что стежок ложится криво и косо. И даже было такое, что даже поперек стежки лежат поперек. Галина Михайловна, давайте я сделаю вам этого же точно орла, те же самые перья, но я их сделаю ровненькие. И работу я сделаю по-своему ровненькую, красивую. Она говорит, ни в коем случае. Мы делаем копию, и копия должна один в один повториться. Но сначала у меня, конечно, промелькнула мысль. Ну, как это будет, как будут посторонние ко мне относиться, что это знамя относится к Колчаку? Так маленько, маленько призадумалась, а потом сама себе решила. А почему мне Колчак, что он для меня в этом знаме не значит? Ничего. И я решила, что это же не к нему относится, это к моей работе, именно о проделанной моей работе. И я хотела именно соприкоснуться с той женщиной, которая это делала. И я мысленно с ней разговаривала, что вот почему, почему вот это перо так ты сделала, ну почему вот, ну что тебе не хватало того, чтобы это сделать так, как вот мы, я бы сама сейчас сделала. Человек не то, что не мог это сделать хорошо, просто у нее не было времени на это. Они старались как можно быстрее все это сделать. Вот. И я вот с ней разговаривала, так мысленно, и она, ну то, что вот нет у нас времени, нет, нас так поджимает, нас так сжимают сроки, что вот. И так же я и поняла, что они так же самое работали, как и мы бригадно, несколько человек, потому как по работе очень хорошо видно, что разные руки делали работу, разные. Вот. Когда все вот это соединилось, вот, например, вот эту икону Георгия Бедоносца делала искусная работница, совсем искусная, потому что у нее такая отличная от всех работа, замечательнейшая. У нее получилась как картинная гладь. В процессе было, конечно, работать тяжело, но я такая, вот когда сейчас мы закончили всю эту работу, я очень счастливая. Я такая довольная, я такая счастливая, что я смогла это сделать, переломить себя, смогла сделать и сделала, ну, как определили сегодня, что сделала хорошо. Продолжение следует...